Привет! Сборная России, которая не принимала участия в последнем чемпионате мира, занимает третье место в рейтинге ИХФ. Но впереди еще один турнир без нас. И сборную реально хотят потом отправить в первый дивизион. Себя отправьте. Ближайшей ночью Игорь Шестеркин постарается доказать, что является лучшим голкипером НХЛ. Его Рейнджерс проведет седьмой матч против Каролины Свечникова. А в России все по-прежнему. Тут обходят систему. Стали известны финансовые параметры нового контракта защитника Егора Яковлева с Металлургом. По новому трехлетнему соглашению он будет получать всего 35 миллионов за сезон. Понятно, что зарплаты хоккеистов в КХЛ абсолютно не рыночные. Они не зависят от болельщиков, телевидения, спонсоров. Но кое-какой рынок сложился. И мы можем понимать, когда дают справедливую цену, переплачивают или недоплачивают, что случается крайне редко. 35 миллионов для защитника первой пары финалиста Кубка Гагарина отличная цена. Но не все так просто. Дело в том, что Металлург по максимуму использовал глубейшее правило КХЛ, согласно которому первые четыре клуба не имеют никаких ограничений по выплате премиальных и бонусов. Да, в следующем сезоне это положение меняется, только победитель может разбрасываться деньгами. Но сейчас-то действуют прежние порядки. Металлург воспользовался странным пунктом регламента максимально, выдав Яковлеву огромный бонус по итогам этого сезона. И получив серьезное преимущество при формировании команды на следующий сезон. Теперь Егор, который мог быть среди самых высокооплачиваемых защитников лиги, получает скромные деньги. Его зарплата не будет оказывать существенного давления на платежку клуба. Целых три года. Потолок в российском хоккее – прекрасная затея. Еще бы он не был таким мягким, как у нас. Надо четко определить, есть 900 миллионов и больше у клубов не должно быть ни копейки. Никаких нереальных бонусов, исключений, процентов премий, которые не попадают в платежку. Это быть не должно. Еще бы хорошо, чтобы оклады, хоть немного, были привязаны к реальным доходам клуба, но это уже в какой-нибудь другой жизни. Однако только после введения строгих параметров можно всерьез рассуждать о справедливости турнира. Московская «Динамо», которая сделала ставку на омоложение, не придумала ничего лучше, как подписать контракт с нападающим Ильей Каблуковым, которому 34 года. Видимо, в этом клубе он постарается повторить свой рекорд. Больше 100 матчей без заброшенных шайб. В Новосибирске всерьез задуманность о том, чтобы создать свой чистый фарм-клуб. Правда, непонятно, когда он сможет выступить в чемпионате высшей лиги. Это дело полезное, гораздо эффективнее, чем последний трансфер СКА. СКА неожиданно подписал нападающего Артема Федорова, который в прошлом сезоне выступал за московское «Динамо» и совсем недавно стал свободным агентом, имеющим право устраивать свою судьбу самостоятельно. Болельщики «Белоголубых», с тревогой, воспринимающие каждое изменение в составе этой весной, на разрыв соглашения, среагировали весьма сдержанно. Артем, перешедший в клуб год назад, ничем не запомнился. Он провел только 20 игр за команду, включая три вплывов, а чаще находился в лазарете, залечивая непростую травму. Причем повреждения хоккеист получил еще до начала сезона, впервые выйдя на площадку в официальной встрече только в конце ноября. Лишь через месяц ему удалось забросить первую шайбу в сезоне. В общем, его видно не было, а менеджеры «Белоголубых», получая нападающего, который за два сезона в «Спартаке» забросил 30 шайб, поняли, что не угадали. И хотя первый раз в карьере Артем приблизился к 30 очкам за сезон именно в «Динамо», возвращение было неудачным. И тут приглашение из СКА. В Санкт-Петербурге удивление общественности не понимают. Мол, взяли праворукого игрока с рынка. Какие вопросы? Но ведь хват хоккеиста – это не единственный козырь. Дело в другом. СКА опять слишком сильно наполняет состав, создавая конкуренцию на ровном месте. У команды сейчас очень много крайних нападающих, и непонятно, кого именно превосходит Артем по уровню мастерства. Комарова? Так у этих игроков разный функционал. Сравнивать их бессмысленно. Раздутый состав СКА – это серьезная проблема. Хоккеисты, не имеющие стабильного места, постоянно выпадают из игрового ритма. А мысль, что незначительная ошибка может стоить им заявки на следующую игру, существенно ограничивает их на льду. Любая команда должна усиливаться, а не просто заполнять место в заявке. Тем более, когда речь идет о СКА. Один из агентов, который работает с иностранными хоккеистами, Алеша Пилко заявил, что трудоустроил в КХЛ уже пять иностранцев. Пять на всю лигу – это неплохо. И последнее нападающий Михаил Мальцев завершил выступление в АХЛ. Его Колорадо уступило Стоктону. Теперь Михаил будет ждать предложения от Эвиланш, и если оно будет недостаточно серьезным, то он вернется в Россию. А права на него принадлежат СКА. Видимо, питерский клуб выкупил целый сектор для запасных игроков. До свидания.